Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Продолжаем с вами изучение книги Ветхого Завета и притчи Соломона на библейском интернет-портале экзегет.ру и рассмотрим с вами сегодня 27 главу. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Первые четыре стиха. Мы видим, что с первого стиха премудрый Соломон учит нас тому же, о чем говорил Господь Иисус Христос в Евангелии. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам о себе имеет заботы. Но заботьтесь о сегодняшнем дне, потому что сегодняшний день имеет о себе заботу. Другими словами, мы очень часто думаем о том и планируем, что мы сделаем завтра. И совершенно забываем о тех обязанностях, которые необходимо выполнить сегодня. То есть, живя так все время на перспективу, откладывая на завтра, на завтра, делая еще что-то завтра. Еще этот стих говорит о том, что не делай, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. То есть, он такой многогранный, так, как мы его прочитали, не хвались. То есть, и не планируй, и не говори, что ты завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Действительно, иногда мы так планируем, что мы будем делать завтра, наступает завтра. Но все, что мы планировали, чем мы были заняты сегодня, то есть, планированием и думай о завтрашнем дне, все совершенно складывается по-другому. А на следующий день опять мы думаем, что будем делать завтра. И так, получается, мы всегда живем как бы завтрашним днем. И действительно не знаешь, что родит он тот день тебе. Я вот вспоминаю одну историю, которую я слышал в одной из миссионерских поездок в Сибири, как жило два брата Василий и Алексей. Да, Василий был священником, а Алексей, это были 90-е годы, он сделал с таким предпринимателем в то время. То есть, если кто помнит те времена, открылись различные магазины, коммерческие палатки, где можно было купить всякую там Кока-Колу, там появились Сникерсы, всякие там импортные или коммерческие какие-то продукты, вещи. И вот, ну, так отец Василий не был против, чем занимается его брат. Ну, пожалуйста, что же плохого, трудиться там или как-то зарабатывать на хлеб. Но все время его предупреждал, что это не главный смысл жизни, это не цель жизни, это всего лишь деньги, это средства для жизни. И говорил, ну, ты в храм сходи. Смотри, вот сегодня верное воскресенье, так хорошо все люди идут. Он говорит, да успею, завтра там успею. Потом он говорит, ну, смотри, вот Рождество там перед Вербным, да, ну, Рождество, все люди там идут. Он говорит, да успею, ну, Пасха, ну, на Пасху уж кто не идет. Он говорит, да подожди, успею, некогда. Сейчас тут вот самый момент, нужно бизнес, бизнес. Когда там успею, схожу. И однажды приходит к отцу Василию и говорит, отец Василий, ну, беда случилась. Ехал брат, торопился, чтобы успеть. Выехал на встречную полосу, был загружен товаром и начал обгон. И здесь ЗИЛ-130, ну, там живые не остались ни он, ни два человека были в этом автомобиле грузовом. Что отцу Василию? Он поехал на место, это там брат его, приехали люди, там следственный комитет. Он взял своего брата, сам отвез его, взял из морга. Все, что там можно было собрать, его собрали. Ну, решила в последней части тела там собрать, одеть, омыть, одеть. И, говорит, начал читать псалтирь о покоении ночью. И такое состояние наступает, когда вот такое переживание, и он не может, и сон, и явь. И вдруг он видит своего брата, который стоит в дверном проеме, тянет руки и говорит, «Василий, Василий, я не успел». Поэтому мы не знаем, что принесет нам завтрашний день, и что он родит. Но часто мы живем завтрашним днем и говорим, «Да, завтра». Когда сходишь в храм? «Да, потом». А наступит ли это потом? Вот что по этому поводу сказано в апостольских посланиях, «Немедли с Божьим делом». Цитата. «Тот, кто говорит, когда умирать буду, тогда крещусь». Очень часто люди откладывают поход в свой храм, даже к святое крещение. «Когда умирать буду, тогда крещусь, чтобы не согрешить и не сквернить крещение». Такая нелепая какая-то отговорка. «Тот не знает Бога и не позабыл о своей природе. Ибо немедли, говорит, обратиться к Господу». Книга Иисуса Сына Сирахова. «Так, как ты не знаешь, что породит наступающий день». «А вы крестите и младенцев своих, и воспитывайте их в учении и наставлении Божьем, ибо Он сказал, пустите детей приходить ко мне». То есть, конец цитаты, не надо медлить в служении Богу. «И вот еще, не полагайся на завтра. Дело твое принадлежит сегодняшнему дню. Ибо время наше дано нам не на приобретение богатства, не на поиск наслаждений, не на праздности безделия. Нет. Для мудрого время действовать, время собирать плоды, время покаяния. Время для всякого молиться Христу от всего своего сердца». То есть, время нам дается для того, чтобы нам приготовиться к вечности. И далее мы с вами видим пятый стих. «Лучше открытое обличение, неже скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего и лживо поцелуи ненавидящего». Действительно, искренне укоризны от любящего. То есть, человек, который любит, лучше, как говорят, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Действительно, если человек любит и не из упрёка, не из упрёка говорит другому человеку и предостерегает его от греха, лучше такая горькая правда и лучше её принять, чем лесть, о которой было уже сказано и в прошлой главе. Льстивый человек, он роет как бы яму. Он ещё более ослепляет человека от того, чтобы видеть ему свою несостоятельность и свои прегрешения. Амбрусим Диоланский говорит, что это лучший признак дружбы, когда действительно, по-дружески, с любовью человек предостерегает другого человека от падения, нежели льстивая ложь. Или вот, например, Блаженный Августин, цитата, «Не всякий, кто оказывает пощаду, друг, и не всякий, кто наносит удар, враг». Смотрите, как удивительно. «Не всякий, кто оказывает пощаду, друг». То есть, если человек, вот мне, попробуй мне что-то скажи, если ты мне только говоришь «хорошо, да, ты мой друг», а если ты мне говоришь «стоп, подожди, остановись, смотри, последствия будут, ой, что это он мне?» Вот это лучше от друга, если действительно мы знаем, что это друг, и он предостерегает, и понимаем, что его предостережения не согласуются с тем, что говорит Божественное Откровение, о чём предупреждает отцы, лучше послушать. Поэтому здесь говорит Блаженный Августин, «Не всякий, кто оказывает пощаду, друг, и не всякий, кто наносит удар, враг». И приводит эту цитату. «Надёжнее, — говорит, — язва от друга, нежели добровольный поцелуй врага». Видите? И смотрите, заключает так. «Лучше суровая любовь, нежели ласковый обман». То есть лучше горькая правда, то есть горькая любовь, которая вроде бы нам неприятна, то, что нам сказано, нежели ласковый обман. Конец статы. И мы читаем далее. «Как птица, покинувшая гнездо своё, так человек, покинувший место своё». То есть здесь предупреждение о... даёт премудрость Ламон, что не стоит часто менять туда-сюда, бессмысленно менять своё место. Другое дело, если мы выходим на проповедь Евангелия, то, что нам Господь заповедовал, идите научите, а бессмысленная перемена мест, она приводит человека не к хорошим последствиям. «Масти курения радует сердце, так сладок всякому друг, сердечный советом своим». То есть он как бы возвращается к этой мысли о том, что лучше принимать советы от друга, может быть, они нам и неприятны, но видим, что они, в общем-то, согласуются, снова повторяю, с божественным откровением и должны привести нас к состоянию покаяния. «Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». Действительно, здесь говорится о кровном родстве, и действительно, иногда бывает человек, который мало знаком, и не то, что мало знаком, а человек с тобой не близок по родственной связи, но он бывает лучше, нежели брат, который даже родной находится вдалеке. «Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня». «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идут вперед и наказывается». То есть предостережение от того, что необходимо, если ты видишь беду, что не стоит идти напролом. Вот человек молодой, неопытный, когда идёт, например, по тёмному городу и видит совсем тёмный переулок, и там стоит какая-то не совсем трезвая толпа, что-то кричат, махает руками, громкая музыка. Что человек молодой, он говорит, да что мне эти люди, и пошёл напрямую, и вдруг тут к нему придираются, как обычно там это делается, что-то там люди к чему-то там, дай закурить там или ещё что, и начинается какая-то потасовка. А человек, который уже мудрый, он если увидит такую толпу, он скажет, ну пойду-ка я её через переулок. То есть благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идут вперёд и наказывается. «Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». То есть опять премудрый сломон напоминает, что не за всякого, не всегда и не везде нужно поручаться, чтобы не лишиться и последней одежды. «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, то того сочтут за злословищего». Действительно интересно такое изречение здесь у премудрого Соломона, что кричать о друге своём с раннего утра, скорее всего, это будет как-то более похоже на лесть. Представляете, вот там живёт где-то друг, и вдруг человек выходит, небольшой городок, начинает кричать. «Да у меня такой друг, он такой красивый, да он удивительный человек, да он просто необыкновенный». Ну, посмотрим, скажем, что-то с этим человеком не то, и таков ли его друг на самом деле, как он его восхваляет. То есть похоже на какое-то не совсем здоровое состояние человека. Поэтому премудрый сломон предупреждает об этом, что это не совсем здоровая похвала. «Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равна». Действительно возвращается снова к этой теме. Но, например, преподобный Анкасиан видит в этом и другие. Другой смысл. Вот он что пишет в толковании на 27 главу, 15 стих. «Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны». Цитата. «Сламон замечает, что некоторые вещи имеют отношение к душе в духовном смысле, когда он говорит о тленности, обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом». Экклезиас 10, 18. То же самое в духовном смысле бывает и с душою. Прекрасно сравнивается невнимательность души с оставленной в пренебрежении кровлею. «Ибо через эту невнимательность сперва проникают в душу малейшие капли страстей, которыми по незначительности их сначала пренебрегали. Они повреждают здание добродетелей, и тогда льется в него обильный дождь пороков, через который душа, когда постигает ее дьявол искушениями, будет изгнана из жилища добродетелей, где некогда утверждала свое пребывание, и как в собственном доме обретала покой свой». Конец цитата. То есть, толкуя этот текст, преподобный Иоанн Кассиан видит здесь опасность, опасность мелких, опасность не замечать мелкого греха. Преподобному Амрусию Оптинскому однажды пришли две женщины. Одна женщина говорила, «Ну, батюшка, у меня, конечно, есть грехи, но они такие незначительные, и, в общем-то, я в большей степени человек хороший». А другая прибежала и плакала горько, и говорила, «Батюшка, у меня такие страшные грехи, все они такие тяжелые, так мне тяжело, помогите мне, как мне, может, какие молитвы, что же мне, как мне покаять, чтобы избавиться от них, что, может, какая-то семья». И тогда преподобный Амрусия, они не только это исповедовали, но и говорили это вместе прилюдно, тогда преподобный вышел, взял камни, мелкие камни, целую горсть, бросил их в траву и говорил женщине, «Найди эти камни». Она долго собирала и долго искала, полдня, пока все их не собрала. А той, которая говорила, «У меня такие тяжелые грехи, большие», он взял один большой камень, бросил, она его быстро нашла. То есть тот человек, который не придает значения своим милким грехам, долго будет возиться в этом состоянии, не находя в чем исповедоваться. Итак, мы читаем с вами далее. «Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер». То есть, говорится, и о сварливой жене, и о своих мелких грехах, как капель. «И масть в правой руке своей, дающую знать о себе, железо, железо острит. И человек изощряет взгляд друга своего. Кто стрижет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господина своего, тот будет в чести». Интересная тоже такая здесь подсказка премудрого Соломона. Говорится о том, что если хочешь действительно чести, береги господина своего или угождай господину своему. Но наш господин, это Господь Иисус Христос. В книге Царств так и сказано. «Прославляющих меня прославлю я». «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». То есть, опять, с кем поведешься, с тобой наберешься. «Преисподня и авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Так пишет. Далее. Продолжает мысль. «Что плавильное для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имея попечение о стадах». Вот здесь хотелось бы остановиться, если верхние стихи более-менее так понятны, они как бы повторяют уже несколько раз мысль книги, притчи Соломона. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах». Имеется в виду, здесь о стадах — это подсказка, в общем-то, пастырем. Потому как в Ветхом Завете прообраз пастуха и прообраз овец, то есть пасущего овец, это пастырь, наблюдающий за своей павствой. Как сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И вот Кирилл Александрийский говорит об этом. Следующая цитата. «Неправильно было бы давать всем верующим во Христа наставление о всех вещах, как написано, «хорошо наблюдай за павством», то есть за скотом твоим. «Ибо отличен способ, коими наставляем мы на путь истины того, кто только что стал учеником». Здесь мы используем простые слова, не говорим ничего слишком глубокого и малопонятного, но лишь убеждаем его бежать в заблуждении многобожия и надлежащим образом наставляем его, да узрит он всю красоту творений Всевышнего Творца и Создателя. Гидеиного по природе, истинного Бога и пойдет путем, на который наставляем мы тех, кто более укреплен в духе и могут постичь широту и долготу, и глубину и высоту». То есть, конец цитата. Кирилл, свидетель Кирилл Александрийский говорит, что для каждого человека необходимо разные поучения. Но также дается и наставление здесь, что «внимательно, хорошо наблюдай за павствой твоей». У апостола Петра, 1 Петра, 5 глава, 3 стих, есть такие слова, где апостол Петр дает поучение людям, поставленных и облеченным священным саном, следующее поучение. «Не господствуй над наследием Божьим, но подавай пример стаду». То есть, у пророка Еремии есть еще и такие слова в 23 главе. В 23 главе нужно даже открыть и прочитать. Пророк Еремия пишет следующее наставление пасторам Ветхого Завета. «Горе пасторам, которые губят и разгоняют овец павства моей, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Бог Израилев, пасторам, пасущим народ мой, мы, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И поставлю над ними пасторей, то есть соберу других, этих пасторей здесь, говорится, уберу, поставлю других. То, что произошло и с ветхозаветными пасторями. Они были действительно учителя, знающие закон, фарисеи, иудеи, книжники. Но они властвовали над павствой своей. Также говорится и в книге пророка Еремии, что у некоторых таких пасторей приходилось овец выдирать из челюсти их. Ничего себе пастори, у которых приходится выдирать овец из челюсти их. Поэтому здесь такое предостережение было ветхозаветным пасторям. И предостережение, в общем-то, и нам в сегодняшние дни, в Новом Завете, что Господь поставил, как говорит апостол Петр, не господствовать над наследием Божьим, но подавать пример стаду. И мы читаем далее. Потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род «Празебает трава и является зелень, и собирают горные травы, овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, и пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим». То есть, заключая эту мысль, Премудрый Соломон говорит как бы всем нам «Довольствуйтесь тем, что имеете». Вот то, о чем сказано сегодня в 27 главе книги «Притчи Соломона». И если так срезюмировать все, о чем здесь хотел дать свои поучениям Премудрый Соломон, то можно это сделать следующим образом. «Не откладывай крещение до смерти, и делай Божье дело без замедления, чтобы не дать место греху. Не хвали себя, но предоставь это ближним. Лучше обличение в духе, чем молчание и потакание. Невнимательность души, как небрежение о поврежденном здании. И последнее. Наставляй в зависимости от духовной зрелости человека, и, как было сказано, если поставлен в начальнике, негосподствуй над стадом Божьим». Лучше обличение в подоровании. Продолжение следует...